Также Сыддика бинту Сыддика, рада и Аллаху ана, правдивая или же правдивейшая, дочь правдивейшего, это Аиша бинту Абибакр, то есть Аиша, дочь Абу Бакра, ва Сыддику вал мубалих фис-сиддх. Что такое Сыддик? Сыддик, разница есть между Сыддик и Сыддик. Сыддик это тот, кто правду говорит, Сыддик это тот, кто вечно правду говорит. Хорошо? И так назвал пророк Абибакр, сказал он, то есть когда он уверен, когда он сказал, то есть когда все курайшиты и так далее, многобожники высмеивали пророка Абибакр, в ночь вознесения, пришли к Абибакру, субханаллах, братья человека, Аллаху аль-Мустан, братья, я поэтому вам говорил, что братья Абибакри, если ты начнешь, никогда не закончишь говорить. Когда пришли, даже братья-сподвижники начали сомневаться, некоторые в положении пророка, то есть как, субханаллах, когда нету, братья, ни самолетов, ничего, ни телефонов, братья, ни гаджетов, как ты не из Мекки оказался в Палестине, не говоря уже о том, что ты, субханаллах, на седьмое небо вознесся, то есть и они обрадовались, курайшиты радостные, нас высмеялись, говорили, слышали, что вас сумасшедший говорит, то есть наконец-то, как будто бы он сказал то, что, и даже братья начали мусульмане в то время сомневаться, то есть как так, как такое возможно и так далее и тому подобное. Хорошо, и пришли к Абу Бакру и сказали, слышал ты, что твой дружок говорит? Что сказал Абу Бакру? Говорит, что он говорит? Ему сказали, что так-то, так-то, поистине, говорит, нам нужны месяцы, нам нужно столько-то, столько-то времени, чтобы поехать туда, потом обратно и так далее и тому подобное. Аллах Алям поедет туда, одна группа может приедет уже совсем другая, кто-то по дороге родится, кто-то по дороге умрет и так далее и тому подобное, а этот заявляет, что он там в считанные часы оказался там, потом на небо и так далее и тому подобное. Что сказал Абу Бакар? Задумался или что? Субханаллах сказал, ин кана кальфа хат сада. Если он такое сказал, то он сказал правду. И дальше объяснил, Субханаллах, свои слова братья, мудрейший братья, самый знающий человек. Говорит, что инни усаддику фимаху а'замин далики. Я, говорит, уверовал в него в то, что намного величественнее, чем это. То есть, Субханаллах, сегодня, что, братья, намного труднее? Что ты посланник самого Аллаха, Субханаллах, с высоты Семьи Небес доносишь истину, к тебе ангел приходит от Аллаха, Субханаллах, Субханаллах, слова, более того, тебя на седьмое небо и ты слышишь, как Аллах Субханаллах с тобой разговаривает? Это величественнее, или что ты просто там за какие-то считанные часа куда-то там телепортировался, если так можно сказать и так далее. Валлах, нет в этом проблем также. Это, братья, Субханаллах, братья, великая мудрость, Абу-Бакр, радаиллаху ана. Хорошо. Хорошо, Аиша, радаиллаху ана, почему ее правдивейшей называют? Ладно, понятно, дочь правдивая. То есть, разве дочь правдивая, она становится сама правдивой? А, почему? Как? Сказал, что она саддика? А ну-ка, приведи давай. Нет. А. Как? То есть, когда ее обвиняли, в чем? В прелюбодеянии. Аллах, Субханаллах, с высоты семи небес не спасал ее непричастность. И, Субханаллах, женщина, братья, женщина, она сильно обиделась на пророка Али-Иссалатсам за то, что он, то есть, из-за того, что фитна была большая, тоже усомнился. Усомнился пророк Али-Иссалатсам в ней. И что она сказала, когда Абу-Бакр, радаиллаху ана и жена его, то есть, мать Аиши, сказала, иди и поблагодри пророка, что она сказала? Аллах, не благодарю его, говорит, но я благодарю Аллах, Субханаллах. Хорошо. То есть, и у Аиши, радаиллаху ана, многом также достоинство. Была любимая жена пророка Али-Иссалатсам. То есть, она любимая жена из жены пророка Али-Иссалатсам. Это единственная девственница, на которой он женился. Не было другой девственницы. Даже Аиша, радаиллаху ана, в одном из хадисов, спрашивая пророка Али-Иссалатсам, сказала, говорит, если бы ты был, говорит, в саду, говорит, и было бы много вкусных яблок, которые лежат на полу, и у тебя есть возможность взять чистое яблоко, которое никто не трогал с дерева, какое бы ты взял, и он сказал, конечно, с дерева. И пророка Али-Иссалатсам посмеялся. То есть, имела в виду, она что, себя. Хорошо. Также пророк Али-Иссалату Ассалам не посылал всему откровения, когда он был у нее. То есть, Лихаф, это как называется, на коленках, что ли, лежал. Хорошо. Также Аллах, Субхану Атали, не посылал с высоты семи небес. Ее непричастность к тому, в чем ее обвинил Абдулла Абдулла Бейбн Салюль. И также она является самой знающей из женщин. Самой знающей из женщин. Особенно, и жен пророка Али-Иссалата. И поэтому большие сподвижники, если они в чем-то сомневались, они возвращались к ней и спрашивали у нее. Также посланник, Али-Иссалату Ассалам, умер в ее доме, в ее комнате умер, саллаллаху алейкум ассалям, между, то есть, имеется в виду, дословно, колени и грудь. То есть, имеется в виду, ну, как называется это место? Нет, как-то называют, не бедра, как-то называют, как-то слово было Аллаху али-Иссалям. То есть, имеется, ну, имеется, понятно, то есть, не на коленках, но на ногах, на бедрах. То есть, лежа на ее бедрах, пророка Али-Иссалату Ассалям скончался, саллаллаху алейкум ассалям. Хорошо. Естественно, то, что Айша является самой знающей женщиной и так далее, и тому подобное, не указывает на то, что во всем, где она что-то говорит, мы сразу берем от нее и так далее, потому что у нас есть много сообщений от Айша, где она противоречит другим сподвижникам, и мы берем слова других сподвижников. Как, например, то, что посланник Али-Иссалату Мочился стоя. Айша говорила, тот, кто вам сообщил, что посланник Али-Иссалату мочился стоя, назовите его лжицом, и не верьте ему. Хотя у нас есть достоверные сообщения от пророка, от сподвижника, пророка, которые были с ним в пути и видели, как он мочился стоя. Ну, например, да, потому что есть у нас такое правило, то что утверждающий, он выше, чем отрицающий. Почему? Потому что отрицание это знание или же наоборот незнание? Это незнание, потому что ты говоришь, чего-то нет. Чего-то нет, имеется в виду, я этого не видел. Так же? А тот, кто говорит, что это есть, это знание, потому что он утверждает что-то. Томам? Хорошо. Хорошо. То есть, и пророка, алейсалату, сказал про нее, что достоинство Аиши перед остальными женщинами, как достоинство похлебки, то есть, мясом, мясом и хлебом по отношению к остальной еде. То есть, царит, то есть, вот эта еда, это что? Это самая лучшая еда. Почему? Потому что это хлеб и мясо. Хлеб и мясо. Хубз, то есть, хлеб из чего? Из пшеницы. Ваху афдалюль акуат. То есть, это самое лучшее, что ты можешь у себя, то есть, держать для себя из еды. Валлахму афдалюль идам. А что касается мяса, это самое лучшее, то есть, как называется? Да. То есть, кут, это что такое? Кут, это то, без чего невозможно. Идам, это дополнить. Дополнить. Подлива. Вот, да, самое лучшее подлива. То есть, как бы, хорошее дополнение. Почему? То есть, имеется в виду, мясо – самое лучшее подлива, самая лучшая добавка к любой еде. Хорошо? Хлеб – это самая лучшая, то есть, основа еды. И если их смешать, то будет тогда самая лучшая еда. Приправа? Ну, приправа, подлива, приправа. Как мясо приправой бывает? Нет, имеется… Ну, едам, я тебе могу объяснить, что такое, что понимается в арабском под едам. Едам, например, суп даже едамом называют. То есть, имеется что-то, добавление к основной пище. Вот что такое едам. Это не основная пища. То есть, это ты добавляешь. Потому что без мяса ты же можешь, без мяса ты же можешь, но вот без хлеба там и так далее не сможешь. Хорошо? Я вот все читаю про хлеб и так далее и вспоминаю сразу людей, которые, это самое, там как диетчики, короче, которые там без хлеба. Самая лучшая еда, говорят. Шейх Валид этот самый, всегда ругает меня то, что я чай с сахаром пью. Хотя мало сахара, аль-хамм говоря, добавляю, но все равно чай с сахаром пью. Но он ругает меня по чуму, что переживает, говорит, сынок, говорит, ты это плохое не надо. Я нашел, как раз брат Амаш скинул, как-то, афар, предание, ты ибн Умар, радаиллаху анаху анаху, что он что делал? Когда у него собирались деньги, он что делал? Закупал много сахара и раздавал людям сахар. И нафиг, когда увидел, сказал, то есть, если бы ты на эти деньги, лучше бы еду людям покупал, бы еду давал, было бы намного лучше. И он сказал, говорит, говорите то, что вы говорите. Но я слышал, как Аллах, субхану ата'аля, сказал, он говорит, Аллах, субхану ата'аля, сказал, вы не достигнете уровня, то есть степени благочестия до тех пор, пока не будете расходовать из того, что любимо вам самим, а Ибн Умар любит сахар. Я говорю, вот шейх, я салафит, я говорю, следуй за Ибн Умаром. Потом шейх сказал мне, то, что тот сахар и сегодняшний сахар это разные вещи. Я говорю, шейх, извини, я за Алирит, мне сахар сказали, я сахар кушаю. Так что вот, хлеб, сахар, нет в этом проблем. Баракаллаху фикам.